российско-украинская война это не только о боевых действиях еще есть информационная война все 10 лет россияне закидывают украинцев и псо и фейками все это для того чтобы дестабилизировать ситуацию в стране последнее время оккупанты сосредоточились на фейках относительно смерти буданова или заложного оба этих генерала по версии россиян уже несколько раз умирали несколько раз бежали из украины получали тяжелые травмы и так далее один из последних фейков был направлен на первую леди украины елену зеленскую россияне начали писать о каком-то неизвестном расследовании от французского журналиста убеждающего что якобы фонд елены зеленской замешан схеме по торговле детьми якобы под прикрытием эвакуационных мероприятий организация вывезла из украины десятки детей большинство из которых после попали к педофилам конечно доказательств этому никаких нет и быть не может еще важно для россиян вставить клин между президентом украины владимиром зеленским и главнокомандующим весу валерием заложным оккупанты постоянно забрасывают информационное пространство информацию что якобы эти два безусловно самые влиятельные человека в украине друг друга на дух не переносят а после недавней смерти соратника заложного начали разносить что это якобы дело рук банковой сожалению на эти выбросы россиян ведутся не только украинцы но даже народные депутаты во вторник народный избранник владимир арьев заявил что согласно его источникам заложного якобы уволят с должности эту информацию нардеп быстро убрал и написал следующий пост что многие другие источники ему сказали что это не так но россиян было уже не остановить они перерепощивали эту новость а после когда поняли что украинцы не повелись сделали вдогонку другой фейк с помощью нейросети создали в частности видео где украинский главнокомандующий якобы объявляют госпереворот зеленский это враг нашей страны через него мы полностью провели контрнаступ втративший пив миллиона кращих сынов нации если его не остановить мы втратим полностью всю страну зеленский постоянно брешь и будет брехать до останнего украинца закликаю негайно всех украинцев вийти на центральные площади а защитников не подкоряться злочинным наказом командующих большинство украинцев сразу увидели что это фейк и это уже радует хотя были и те кто сомневался и здесь всегда следует помнить что враг использует информацию как оружие поэтому всегда проверяйте что репостите и что поддерживаете ведь это может быть не более чем вброс от российских служб цель которых расколоть украинское общество а вам как фейки а так называемом пути заложного и первой леди торгующий детьми пишите свои мысли в комментариях ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал у нас интересно